Приветствую! Я Татьяна Фомичева, автор проекта Кристаллософия. Сегодня я чуть-чуть расскажу про природный гипс. Гипс это вот такой камень мягкий, крошится, иногда создает здесь кристаллы, иногда в природе он бывает совершенно исключительно красивый прозрачный и огромной величины в Мексике есть такая гипсовая пещера но я сейчас говорю про тот бытовой гипс который в общем-то доступен нам простым людям живущим скажем в Латвии у нас вот это латвийский гипс есть безусловно гипс более более красивый вот на этом например здесь вот уже кристаллики видны но это то что еще не стало гипсокартоном поэтому каждый из вас если он имеет в своем доме стенки из гипсокартона уже с гипсом знаком единственное что свойства кристаллического гипса и свойства гипса которые уже размололи немножко разные хочу обратить внимание что гипс он создает вот такие слои которые обязательно имеют полосочку как будто бы вот растет сюда и растет сюда типа как соты в улье и он серебрится и переливается похоже на селенит ближайший родственник селенита здесь у него как бы были вот доломитовые слои но чем классно иметь гипс у себя дома тем что у него две стороны плюс и минус а серединка будет нейтрал и это позволяет гипсу быть классным очистителем но только гипсу который еще не стал гипсокартоном то есть вот на такой кусочек гипса вы можете класть любые камешки или украшения для очистки вы можете ставить какие-то фигурки или даже класть лекарства для того чтобы из него ушли некоторые негативные свойства гипс должен быть только ваш потому что замачивать его нельзя а мыть надо быстро и просушивать он крошится но он также хороший помощник возле всех электроприборов вот кусочек гипса который вы можете маленький или побольше можете держать возле компьютера или возле телевизора для того чтобы негативное излучение он в себя впитывал он это может потому что он помните я сказала и плюс и минус и он как бы сама очищающийся гипс действует нежно и аккуратно гипс подходит абсолютно всем и со всеми людьми он в хороших отношениях и если в вашем скажем вашей ванной комнате где-то может лежать кусочек гипса но там где вода на него не попадает он будет бесконечно очищать ваше пространство нежно и бесконечно гипс тяготеет к женской энергии к лунной энергии и к лунным камням как селенит и и естественно женщины его понимают легче и сотрудничают с ним легче гипс это тот же камень который можно чуть-чуть если он у вас чистый конечно чуть-чуть потереть и в порошок и получится нечто похожее на мел и выпить когда у вас есть какие-то заражения или пищевые расстройства гипс также полезен тем людям у кого есть переломы у кого есть проблемы с костной системой у кого гнущиеся кости у кого недостаток крепости костей тогда гипсовые камешки приматывайте к тем проблемным зонам или же к участкам своих переломов будет очень хороший эффект гипс также может использоваться для питья воды но только косвенным образом не прямым то есть когда вы кладете одну баночку вторую тут вода а внутри гипс маленький кусочек и это будет иметь тоже хороший гомеопатический эффект гипс подходит капризным детям подходит старикам у которых есть проблемы с костями у которых есть повышенная возбудимость поэтому если у вас живет пожилой человек которого все раздражает занесите ему в комнату кусочек гипса и где-то положите и гипс будет хорош тогда когда вам хочется прикоснуться к чему-то прохладному и остудить свой внутренний жар снять излишнюю энергетику и повышенное давление приложенные при повышенном давлении головной боли вот так вот два куска колбу будут очень хорошо снижать и успокаивать и головную боль и давление и это была татьяна фомичова автор проекта кристаллософия а а Субтитры создавал DimaTorzok